Это программа День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На границе Алтайского края и Казахстана разгорелся пожар. Жители Локтевского района сообщают, что задыхаются от мощнейшего дыма. Скандал вокруг известной клиники в Барнауле. Виновные в мошенничестве на миллионы рублей отделались условным сроком. Билет во взрослую жизнь. В Алтайском крае 37 тысяч школьников услышали последний звонок. На границе Алтайского края и Казахстана разгорелся масштабный природный пожар. Жители Локтевского района сообщают, что задыхаются от мощнейшего дыма. По словам людей, пеленой огня накрыла весь район. Известно, что возгорание на нашей территории произошло из-за сухой травы вблизи села Новенькое. Площадь пожара составила порядка 12 гектаров. Огонь потушили. Угрозы распространения огня на населенные пункты больше нет. Необходимости в эвакуации населения также нет, заверяют спасатели. Однако в Казахстане победить огонь пока не получается. Там спасатели продолжают бороться с пламенем. Степные районы крайне редко страдают от пожаров. Так, в прошлом году в Угловском и Михайловском районах выгорело почти 4000 гектаров леса. Верховой огонь из-за сухой грозы едва не перебросился на жилые дома. Фатальным для Михайловского района был и 2010 год. Тогда в деревне Николаевка сгорела больше половины домов. Люди, к счастью, выжили. Пожар пошел с Казахстана сюда. Сначала низовой, потом верховой. Горел лес, пошел на село, начали гореть дома. Сгорело 200 домов. Подчеркнем, что в Крайб почти месяц сохраняется режим особой пожароопасности. И ежедневно в регионе происходит несколько десятков возгораний. Только за минувшие сутки, к примеру, ликвидировали больше 50. Одно из них довольно крупное. Возникло в пригороде Барнаула. Горели луга. Возгорание ликвидировано. Спасатели настоятельно призывают не разводить огонь в открытой местности. Завершилось громкое уголовное дело в отношении руководства частной медицинской клиники «Добрый доктор». Виновные в мошенничестве на миллионы рублей отделались условным сроком. По данным следствия, главный врач клиники Сергей Богданов и его заместитель около пяти лет направляли документы с недостоверными сведениями об объеме и характере оказанных медицинских услуг в Фонд обязательного медстрахования, а также в другие страховые компании. В результате обманным путем похищено свыше 100 миллионов рублей. Прошлым летом Сергея Богданова суд признал виновным в крупном мошенничестве, назначил три года условно и штраф в 200 тысяч рублей. А судьба соучастников прояснилась на днях. Заместителю главврача Дмитрию Тимошенскому дали три года десять месяцев лишения свободы условно. Директору сети Александру Трофимову четыре года условно. Также виновников обязали к штрафу. Каждый должен выплатить по 500 тысяч рублей. Ровно год в диагностическом центре региона работает амбулаторный эндокринологический центр, куда направляют самых сложных пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе щитовидной железы и сахарного диабета. Специалисты отмечают, что статистика таких больных в крае только растет. Какую помощь им оказывают в центре и как туда попасть, узнавали наши корреспонденты накануне Всемирного дня щитовидной железы. Больше 120 тысяч жителей края страдают заболеваниями щитовидной железы, 100 тысяч сахарным диабетом. В амбулаторный центр попадают самые сложные пациенты по направлению из поликлиник городов районов края и его столицы. За год центр принял почти 26 тысяч человек. Руслан Саидов среди них. У него, как у отца, сахарный диабет второго типа. Из поликлиники на Калинино его направили в эндокринологический центр. 26 у меня сахара поднимался. Я каждую ночь поднимался по 4-1,5 водички. Я прям жестко себя чувствовал по-другому. Когда уже начинали, мне вот укол ставят и вот капли, мне вот стало лучше. Сейчас такого нету вот 12, 15, 16. Идет на уменьшение на 8, на 7. Прежде чем Руслан попал в дневной стационар на 10 дней, в центре его полностью обследовали. Не только взяли анализы, но и проверили на самых современных диагностических аппаратах. К примеру, при сахарном диабете назначают методику электронейромиографии. Выявляют нарушение периферических нервов. Страдают нервы проведения по нервам ног, прежде всего, затем рук. Поэтому при сахарном диабете эндокринологи практически все время назначают эту методику. Обязательно также посещение невролога и офтальмолога. Одно из распространенных осложнений диабета – диабетическая ринопатия. Ее выявляют путем исследования сетчатки глаз. Пациенты будут жаловаться на снижение зрения. Ну, это вот самое главное. Также может появиться пятно перед глазом, что будет свидетельствовать в том, что есть отчет на сетчатке. Я надеюсь, будет операция, вот в качестве уколов как-то делают эти на глазах. Вот на это я надеюсь, на лечение какое-то, потому что у меня уже второй глаз, по-моему, что-то начинает такое делать. Врачи говорят, что на приеме у офтальмолога порой и выявляют патологии эндокринной системы, направляя пациентов на более глубокое обследование. В эндокринологическом центре помощь оказывают и больным с редкими заболеваниями. Сейчас здесь наблюдаются все пациенты с таким сложным эндокринным заболеванием, как акромегалия. Здесь ведется регистр. Это такая уникальная возможность для пациентов получить качественную, своевременную помощь с той патологией, которую никто не знает, как вести, кроме эндокринологов крупных центров. В эндокринологическом центре пациенты также могут получить консультации со специалистами федеральных центров. Здесь активно начали использовать и телемедицину. За год проконсультировали 50 тысяч человек. Приехать в Барнаул может не каждый пациент, поэтому онлайн здесь дают рекомендации по лечению и приему лекарств тем, кому это жизненно необходимо. Татьяна Голубева, Данил Кузнецов. День с толком. По местам Барнаула, где сейчас идет благоустройство, прогулялись губернатор края Виктор Томенко и глава города Вячеслав Франк. Во время прогулки особое внимание они уделили скверу на Приречной, набережной и парку Центрального района, который сейчас активно благоустраивает. Подробности в сюжете. Прогулка началась с центра города Ленинский. В это время года особенно красив. Зеленые газоны, яркое свежее листва, шикарные тюльпаны. Да и погода прогулки благоприятствовала, была солнечной. Десять минут и руководители практически дошли до сквера на Приречной, походу прогулявшись по мосту через Барнауку. Вот это чистить надо же все. Я имею в виду деревья сами. Это все надо вырубать, если уж делать прогулочную такую зону. Это легко. Глава Центрального района, который подключился к прогулке на территорию уже самого будущего сквера на Приречной, рассказал, как в перспективе изменится место, где сейчас кроме травы нет ничего. Скоро здесь появятся и пешеходные дорожки, и сплитки, и велодорожки площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров. Шесть новых скамеек, 24 светильника, высадят и новые деревья. На реконструкцию сквера планируется потратить почти 14 миллионов рублей. А по срокам, как договорились, на какие сроки выполнения работы? Все за лето сделать? Для города, да. Основные работы. А посадка деревьев в крупномеры до 3-3,5 метров. Это в октябре уже будет. Будем высаживать в октябре. Ну и потом, как все места, такие скверы, парки, можно потом каждый год что-то где-то подсаживать. Правильно? Виктор Томенко и Вячеслав Франк прогулялись до набережной, где также планируют продолжить работу и благоустроить нынче чуть более километра. Прошлись по Молотобольской, где с ними пожелали сфотографироваться прохожие. Дошли и до старейшего парка города Центрального, где уже идут работы по федеральному проекту «Комфортная городская среда». Реконструкцию направят в 120 миллионов рублей. Ну что, будет все то же самое, только обновленное? Или будет какая-то фишка? Вера Евгеньевна. Фишка будет. Какая фишка? Экотропа появится, которая соединит дубы охранные, которые у нас в ботаническом саду здесь были. Дуб, дерево дружбы, который поставлен был в 2021 году. Ну и появится новая традиция в парке. К дню рождения будем высаживать еще дубочки. На прогулке губернатор и мэр обсудили и другие важные задачи. Развитие уличной дорожной сети, обеспечение горожан транспортом и техникой, поддержку строительства многоквартирных домов, разумеется, и развитие туризма. Уже то, что делается, те планы, которые уже в реализации находятся, это, конечно, и жителям города Барнаула, и всем, кто приезжает в него как в столицу своего края, значит, конечно, уже создаст отличные условия. И это наша задача есть, помимо всех прочих дел. С финансированием мы проговорили, мы видим, что сегодня вы лично и правительство Алтайского края, ну, везде либо треть, либо больше, чем третий, даже если и существует федеральная программа. Огромное спасибо, я думаю, те задачи, которые вы сейчас перед нами ставите, они, безусловно, будут исполнены, ну, отдельно по каждому этапу, как мы с вами и проговорили, мы вам будем докладывать. Губернатор отметил, что развитие столицы региона, как и других муниципалитетов, очень важная задача. И главное, цель сделать все, чтобы в Барнауле были все условия для работы и для жизни. Татьяна Голубева, День Столка. Более 50 тысяч барнаульцев проголосовали за общественные территории, которые могут быть благоустроены по нацпроекту «Жилье и городская среда». До окончания голосования еще больше недели, но на сегодня лидер народной симпатии – бывший парк имени Ленина. Ему горожане подарили больше 6 тысяч голосов. Не оставляют без внимания барнаульцы и другие территории. Одна из них – зеленая зона на проспекте Красноармейский. О планах по обновлению этого объекта знает Дмитрий Дроздов. И небольшой зеленый уголок вблизи проспекта Красноармейский. Он любим жителями окрестных многоэтажек и студентами вузов, которые располагаются по Молодежной улице. Но данная площадка нуждается в благоустройстве. Нужно обновить тротуары, газоны и цветники. Не помешают и малые архитектурные формы. Такое преображение может улучшить внешний облик всего микрорайона. Для микрорайона еще нужен такой небольшой уголок, где можно сидеть в тишине, может быть, на лавочках почитать какие-то книги или пообщаться с друзьями, чтобы не было такого шумного, значит, шума, шумной среды. Еще один объект, которому не помешает обновление. Рядом с проспектом Строителей. Мимо него ежедневно проходят тысячи барнаульцев. Он соседствует с детским садом, библиотекой. И для полной картины навести бы здесь лоск. На сегодняшний день мы предполагаем, в соответствии с проектом, сделать еще высадку дополнительных газонов, благоустроить клумбы, заасфальтировать, а точнее даже выложить в плитку тротуарные дорожки. И тем самым, я думаю, наша территория будет гораздо интереснее. Голосование за благоустройство территории подходит к финишной прямой. Осталось всего 8 дней на то, чтобы принять участие в нем. А проголосовать можно на сайте 22.городсреда.ру. Дмитрий Дроздов. День с толком. И еще одна городская территория стала участником онлайн-голосования за благоустройство в 2024 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Аллея на улице Юрина, где находится единственный в городе памятник Шукшину, также нуждается в преображении. Именно с этой точки ежегодно стартует Шукшинский фестиваль, а скульптура Василия Макаровича собирает вокруг немало гостей со всей страны. Как же можно улучшить это место притяжения, знает Мария Мацаева. Аллея, где увековечен образ Василия Макаровича Шукшина, уже давно стала местом паломничества для последователей, учеников и почитателей его таланта. На открытии Шукшинского фестиваля сюда ежегодно сезжаются гости со всей страны. Здесь звучат строки из его произведений, проводятся экскурсии и праздники. А в летние будни это место радует барнаульцев с зелеными массивами. Но совершенству нет предела. Здесь очень много гуляют пожилые люди и дети. Очень бы хотелось, чтобы она преобразилась. И асфальтирование, дополнительные лавочки, скамейки появились, потому что действительно это людям не хватает. Освещение, конечно же. Другая здесь достопримечательность, которая напоминает об истории города, это зеленые насаждения из лиственниц. Лесополоса, некогда разделявшая сельхоз поля. Наши предшественники ее сохранили. Если вы обратили внимание, улица немножко поворачивает. То есть она должна была идти прямо, а она поворачивает в сторону северо-запада. Ее повернули именно потому, что здесь сохранять пытались лесополосу. Ребята из молодежного совета ТОС в этом году решили поработать волонтерами всероссийского онлайн-голосования за объекты. Волонтеры дежурят на точках по всему городу. Именно у них можно расспросить, как правильно проголосовать за ту территорию, которую хотите видеть улучшенной именно вы. Кстати, ребята молодежного ТОС свои голоса отдали за аллею на Юрина. А что хотелось бы здесь видеть? Так, возможно, какие-нибудь зоны. Может быть, спортивные. Может быть, какие-нибудь просто лаунж-зоны для того, чтобы молодежь могла собираться. До 31 мая отправить свой голос можно на странице загородсреда.ру через авторизацию на портале госуслуги или на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования «Госуслуги. Мой выбор. Мое будущее». Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Тысячи школьников в Алтайском крае сегодня услышали последний звонок. Торжественные линейки прошли в Барнауле и в районах. Наша съемочная группа сегодня побывала в гимназии номер 27. О чем жалеют вчерашние дети и боятся ли взрослой жизни? Об этом в нашем сюжете. Видите, какие письма. Интересный какой человек, талантливый, такой способный, так мечтал быть летчиком. И вот все, война перечеркнула. Здесь бережно хранят его письма. Самый известный выпускник гимназии номер 27, герой Советского Союза Владимир Смирнов. Год назад в школе, которая носит его имя, открыли этот музей. Здесь ребятам рассказывают о Великой Отечественной войне, о том, как их земляк Володя Смирнов в 43-м отправился на фронт, погиб, закрыв своим телом пулемет. Мирное небо над головой, слезы радости и вся жизнь впереди. Сегодня школа, в которой когда-то учился Владимир Смирнов, выпускает своих воспитанников. Много с ними пройдено, многому их научила, многому научили они меня, поэтому очень грустно расставаться. Время летит быстро, очень быстро. Хочется, чтобы они были счастливыми, никогда не убегали от своих целей, достигали их. Традиционный символ прощания с детством – последний звонок. В этом году его услышали 37 тысяч школьников края. Почему я буду скучать? Я очень буду скучать. Столовая, преподаватели, друзья. В принципе, вся школа очень полна эмоций. Как второй дом была. Второй дом, да, действительно. Классный руководитель, мама вторая. Сегодня, правда, такой прям трогательный, волнительный день, потому что все, взрослая жизнь начинается, и хочется немного еще побыть в детстве. Жизнь меняется, и надо жить, и принимать жизнь такой, как она есть. Даже взрослую. А начнется стремительная взрослая жизнь уже в пятницу. В этот день для 11-классников стартует увлекательный аттракцион, под названием ЕГЭ. В таком подвешенном состоянии школьникам придется провести ближайшие несколько недель. Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. Познакомиться с автором любимой книги теперь может каждый ребенок. Писатели и поэты детской литературы нашего края приняли участие в съемке видеороликов, где рассказывают о себе и о своем проекте. Это проект «Живой портрет писателя», благодаря которому дети и подростки смогут узнать больше о творцах и литературном богатстве нашего региона. В сфере культуры данный проект уже поддержал грантам губернатор края. А сегодня в библиотеке имени Крупской проект презентовали. Подробнее в сюжете. И не даром самыми преданными друзьями называют еще и книги. Они ведут нас с детства, формируют ценности и ориентиры. Но за каждой написанной строчкой опыт и знания другого. Автор – это не только черные буквы на белом листе, но и человек со своей историей. Заглянуть за страничку любимой детской книжки и увидеть ее автора – такую возможность дает проект «Живой портрет писателя». Самое главное для человека пишущего – это знать, что он нужен. Очень часто писатель укажет, что вот он пишет, пишет, а это никому не нужно. А знать, что тебя будут читать, знать, что ты интересен, ну это придает силы, это дает надежду. Видеоролики, в которых детские авторы рассказывают о себе и своем творчестве, смогут сопровождать краеведческие мероприятия в школах и библиотеках, станут частью истории литературного краеведения. Среди алтайских писателей – Елена Ожич, Ольга Токмакова, Виктор Бычков, Алексей Власов, Евгения Гармс и многие другие. Будет такое комплексное восприятие писателя и как личности, благодаря видеопортрету, и его творчество, благодаря всем вот этим сопроводительным материалам, которые готовит наша библиотека. Проект получилось реализовать благодаря гранту губернатора Алтайского края. Задача нас, как людей, работающих в культуре, задача библиотекарей – постоянно наводить мосты между книгой, автором и читателем. А ведь есть еще и дети, которые сами наделены литературным талантом. Может быть, взять какие-то советы. Многие пишущие, они тоже вспоминают истории, когда кто-то на них повлиял. С самого детства начала творить и Валентина Новичихина. Вдохновение к ней приходило на уроках, а с вечерной веки она прятала от любимой учительницы. Но, смеясь, сказала жучка, никакой здесь нет игрушки. Ты перо, тетрадь оставь, перед собой вопрос поставь. Кто себя узнать не может? Сможет ли стихи он сложить? Ну, вот такое написала, Вася написала. А я саму постеснялась. Девочки, подруги показали, в мире Григорьевне. Ей понравилось, похвалила. Я с тех пор начала писать. Дразнилки, там, считалки. Учителя рассказывают, что видеоролики уже используют на уроках и даже посещают вместе с учениками вечера встреч с писателями. Встречались с Ириной Цхай, с Виктором Бычковым, с Власовым писателем. Нам очень понравились эти произведения. Ребятишки с удовольствием их слушали, читали. А после того, как мы еще побывали на встрече с писателем, ну, это воспринималось, конечно, на ура. Размещены видеоролики будут на сайте библиотеки имени Крупской, а также транслироваться в эфире телеканала «Толк». Мария Мацайева, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Сообщайте о том, что вас волнует. Ну, а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Эвалар». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...